Итак, продолжается фестиваль дзюдо в городе Сергеев Посад, клуба дзюдо «Каскад». И фестиваль называется «Каскад. Приглашают друзей». 30 лет клубу дзюдо «Каскад». И сейчас за моей спиной проходят семейные старты, так называемые семейные соревнования. И давайте мы немножко посмотрим, как это все происходит, чтобы для тех, кто смотрит видеоканал «Планета дзюдо», было понятно суть происходящего. Вот вы видите сейчас эти семейные старты. Папа со своими детьми, сыновьями, выполняет определенные упражнения. Цель первым выполнить дискомплекс, а задача максимально качественно выполнить все упражнения. потому что оценивается не только быстрота, но и качество выполнения всех упражнений. Папа, в принципе, болеют мамы здесь вот у нас очень активно. Вот, сейчас мы пройдемся и посмотрим. Папа, в принципе, болеют мамы здесь вот у нас очень активно. Рэй победила семья Голос-Михер. Рэй победила семья Голос-Михер. Сейчас мы попробуем подойти к куратору этих семейных стартов. для того, чтобы выяснить некоторые вопросы по поводу этих стартов. Можно задать вам несколько вопросов? Я же не знаю. А ну, а как? Это же семейный старт, а вы куратор. Два вопроса. С камерами у меня такое начинается? Грой? Ну, ничего, это не камера. Ну, сначала представьтесь. Токарь Ольга Алексеевна. Клуб «До-Каскад», правильно? «До-Каскад». Это семейные старты или семейные соревнования? Так правильно? Семейные соревнования. Насколько они популярны сейчас в России? Раньше у нас приезжало несколько семей из одного-двух городов, а сегодня безнакомки из Челябинска. Как раз говорят о том, что программа «Семья и ВДО» шагает по всему миру. А какие цели и задачи преследует вот такой формат проведения соревнований? Ну, это прежде всего общение ученика с родителем. Когда родители и ребенок, мама, это совместные деятельности на платформе «До-Каскад». Но как в ЗИДО развивает очень многое качество, то здесь и взаимопомощь, и выдержание, и сотрудничество, и общение. И когда родители сами вот так бегают, встают, бегают, встают, бегают, встают, они чувствуют, как тяжело бывает иногда спортсменам, детям на тренировках. Ну, прежде всего, это, конечно, семейные ценности. Потом мужчина вспомнит, когда он вырастет, он вспомнит, что он бегал с папой или с мамой. Да, он не с папой или мамой, а он вспомнил. Я считаю, что это самые осознанные ценности, которые знают как, которые хотят узнать как, которые хотят больше развивать и общаться со своими детьми. Что бы Вы пожелали сегодняшним и будущим семьям и родителям семья Дзюдо? Продолжать этот путь, потому что это путь очень интересный. Потому что здесь вместе проживаешь победа, поражение, что-то получилось, что-то не получилось. Вот сейчас, например, семья побежала вообще в другую сторону. И это сейчас для них трагедия. И поэтому я желаю, чтобы с каждым годом эта программа становилась более многочисленной. И чтобы в следующий раз на фестиваль, например, к нам приехали не только из нашей России, а вообще из городов. Всего мира. Всего мира. Я очень люблю эту программу. Прямо. Прямо. Я считаю, что она очень многосторонна. Спасибо большое. Вот, уважаемые видеозрители, Вы узнали, что же такое соревнование «Семья Дзюдо», какой масштаб оно сегодня имеет. И те пожелания для всех семей Дзюдо. Итак, мы пока прерываемся и пойдем дальше. Спасибо.